И напоследок видео, просто для наглядности. Вот на этом, собственно, у меня всё. Если есть вопросы, задавайте. Единственное, что на технические, конечно, никакие вопросы я ответить не смогу. Для того, чтобы каким-то образом подтвердить вот эту чугурию или её опровергнуть, нужны оригиналы. Хотя бы оригинал, обрез плёнки вот с этим кадром. Чтобы уже как бы по-человечески это отсканировать. Потому что те сканы, которые я получила, там, ну они не рабочие. Специалисты мне однозначно сказали, что работать с ними нельзя. Там, как бы, ничего не вычислить, не найти, не так далее. Здесь надо вот именно то, что можно очень хорошо отсканировать, на хорошем скане и откадрировать. То есть, собственно, то, что сделал Экименко, но, к сожалению, у Экименко не осталось никаких исходников. Я к нему обращалась. Сейчас, если вот видео ещё получится. Вот, всё. Ну вот, собственно, просто это для наглядности, как эта картинка превращается в то, что она превращается. Ну вот и всё. Всё. У меня на этом всё. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, всё. Вопрос из зала. Вопрос из зала. Я выйду для внимания. Можно слайд, который... Несколько линий? Да, да. Чтобы было понятно. Нас услышал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот где вот, Наташа, вот эти линии все-таки? Да, да. Сейчас Алексей найдёт. Да, у нас. Лёша. Здоровайтесь. Здоровайтесь. Ну ладно, всё, поздороваемся ещё. А то надо всё. Наполни. Я сейчас нажала, что... Саша, помоги. Всё. Оно просто долго прогружалось. А вот, смотрите, я... Золотой Алексеев. Не... Не опровергаю. Не... Не комментирую. Просто... Как сказать так? Вот честно сказать. При всём уважении, да? Мне вспомнился наш незабываемый Евгений Булуянов. Который вот... Вот эти... Вот эти... Вот эти... Вот эти... Детали ему подходит, он их берёт. Вот... Что я имею в виду? Вы смотрите. Вот источник следа, вот источник за несумение. Вот про это пятно, почему вы не говорите? Вот. Тоже источник света, да? На этом видео, оно у вас сейчас как-то... Исчезает. То есть вы, источник света... Ну, не вы, а вы, человек этот. Естественно, не вы, Наталья. Всё. То, что нам нужно, мы берём. То, что нам... Вот это пятно у нас не вписывается в картину, Мы его так, тихонечко затушили. Ну, вопрос, мне кажется, он естественный. А для меня оно вписывается, это пятно от костра? Нет. Близ. На эту инструкцию... Вот на видео... И ещё раз, вы её включите сейчас, которые вы показывали. И посмотрите на это пятно, что с ним происходит. Давайте. Вот смотри внимательно на эту пятно, включаем видео. Но у нас исчезает. Потому что оно у нас не вписывается. А то, что вписывается... Нет. Подождите, оно не исчезает, оно остаётся в глик от него. Оно же не исчезает, остаётся в глик. Вот это не появилось, вот это появилось. Вот это было ярко, вот это тёмно. А давайте... Я вас поняла. Совершенно. Ну, мне кажется... Я не категорий. Я вот что вижу, я вот собью их, естественно. Алексей, я вас поняла. Почему? Я вас поняла. Давайте я вот это вопрос, что это нас задам. Ну, вы для него не можете... Ну, я вот задам... Да, я, конечно, задам на вопрос. Если честно, для меня как-то... Ну, нет, я понимаю. Вы, очевидно, сконцентрировались на вот этом. Да. А я на вашем выступлении сидел и смотрел вот на вот эти вот это... Ну, собственно, я для этого это всё показываю публично, что это публично. То есть, в вашем выступлении я не вписываю. Да, да. Да. У меня на этом всё. Если есть какие-то вопросы, не касающиеся даже этого выступления, но по теме, то я готова отвечать. Вопросы, может быть, замечания. Я понимаю, что он больше технически, может быть, не проявленный. Ну, да. Ну, смотрите. Просто из практики. Последний раз, когда ночевали, это был 21 февраля, было полнолуние такое, что вот в избушке от Ильича, что луч света от луны прямо в дом заходил. То есть, не исключено, что здесь могут в качестве источника света быть ещё и лунный свет. Ну, просто надо знать время снимка и в какой фазе тогда луна находилась. Ну, вот примерно так. То есть, тут несколько источников света может быть, в том числе и как бы, если была яд и ясная погода, это полнолуние. Ну, единственное, что мы знаем оттуда, да, там, из той же, из погодных данных, которые были выявлены проверкой, прокурорской проверкой в 19-м году, что была сильная облачность. Луна, наверное, не пробивалась, но это, опять же… Ну, смотря какая область, в принципе, жили. Ну, когда, конечно, ясное небо, тогда это вообще чёрное. Это уже просто личное время. Наталья, можно на Ваши версии, кто это такие? А я не знаю, кто это. Вот, честно говоря, я не знаю. Я более того, когда… Понимаете, вот этот Игорь, да, он объявился аккуратно за месяц до очередной годовщины дятловской трагедии. Как правило, это время, вот за месяц, за два, когда прям вот активизируются люди вот со своими версиями, постоянно что-то присылают и пишут. Я даже вот на многие какие-то сообщения просто не реагирую. Я их… Ну, прочитаешь и прочитаешь, потому что понимаешь, что опять вот что-то непонятное. Вот. А этот, ну, как-то вот настойчивым оказался вот в этом плане. То есть он просто даже чем-то зацепил. И мы с ним вот начали разговаривать, и в итоге вот пришли к этому. Я его тоже спросила, кто это. У него, конечно же, есть тоже своя версия, кто это может быть. Но это его версия, поэтому я озвучивать это не буду. А вот, собственно, кто это… Дело в том, что я и не верю до конца в это, понимаете? Вот в это я не верю до конца. Я поэтому говорю, что это всё надо проверять. Просто взять и проверить. Для этого есть лаборатории, и частные, и государственные, и криминистическая лаборатория МВД, где можно договориться и в частном порядке это всё передать, попытаться проверить. Ну, этим уже доказано. Есть доказательства, что это было снято именно там, в это же время. Какое вообще имеет отношение к этому? В конструкции к нашим событиям? Да, это взято… Это кадр из бракованных кадров из плёнок деталовцев. Это хвост. Это хвост одной из плёнок. Ну, так скажем так. Ну, в частности, если я правильно понимаю, это плёнка Золотарёва. Ну, у плёнки есть конец, начало. То есть это уже… А непонятно. Мы же… У меня же нет… Вы поймите… У меня же нет обрезок-то в обрезках в руках. Я не могу вам сказать. Причём, там же, насколько помню, раньше ещё и на перфорации шли пометки вот эти все, ну, длины вот этой самой плёнки. Ну, у меня нет. Я не могу вам сказать, потому что у меня нет таких обрезок. У меня всё, что есть, это всё, что Якименко выкладывал в интернет. Вот то у нас и есть. Больше нет ничего. То есть для экспертизы нужны негативы? Нужны негативы, нужны плёнки. Но здесь есть люди, от которых это зависит. Ну, я уже дальше… Как бы я попыталась договариваться, мы разговаривали, пытались как-то решить. Ну, к сожалению, не решили, получили сканы, которые не смогли никак использовать. Ну, нет, так нет. Значит, видимо, не время, будем ждать. Придёт время и, может быть, что-то получится. Просто сейчас пока, понимаете, ну, просто это надо сделать. Тем более, как бы, издание «Комсомольская правда» — это, ну, это единственное издание, которое очень пристально этой темой занимается. Больше ни одно СМИ столько интереса к этой теме не проявляет на протяжении десяти лет. У «Комсомольской правды» есть определённый авторитет и перед государственными органами, и в обществе. Это самая тиражная газета. Поэтому, как бы, есть большая вероятность, что с экспертизой этих плёнок нам пойдут навстречу. И мы сможем что-то сделать. Мы даже можем в разных каких-то, да, инстанциях это попытаться проанализировать. Но нужны просто, ну, хорошие качественные сканы нужны. Зато никак. Ну, всё, наверное, да. Мучить больше, наверное, никто не называет вопросами. По третьей экспертизе, по-моему, ничего ещё, так и не ответственно, да, вам не дали никакие ответы. Ну, да вот так вот. Это мучает тоже вопрос многих. Помните, вы говорите, что вам должны независимые… Всё, я поняла. Да. Сейчас объясню. Их там и не будет. Ну, это так, спойлер сразу. Угу. Ситуация была такая. Когда мы провели раскопку могилы Семёна Золотарёва, мы взяли для исследования одну из его лучевой кости руки. И мы отдали её на исследование. Ну, собственно, как это всё получилось? Мы провели… Надо было, конечно, держать всё это в тайне, всю вот эту раскопку, до тех пор, пока мы не провели бы хорошую государственную экспертизу. Вот до тех пор надо было держать всё это в тайне. Но из-за того, что это всё сразу полыхнуло, как только мы раскопали и закопали могилу, то к этому сразу подключился один из федеральных каналов. И, ну, в одной из ток-шоу. А так как на ток-шоу им же надо всё быстро, сразу, 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 пока идёт рейтинг, и всё это очень у них делается нахрапом, то, собственно, они сами взялись провести эту экспертизу. Взяли эту кость и сами… И сделали её аж за три дня. Что, на самом деле, ну, это нереально, особенно учитывая, в каком состоянии был этот костный материал. Он был в плохом состоянии. И вот за три дня они там что-то провели. Началась съёмка программы. Ну, я была там как эксперт на этой съёмке. И я не знала результатов этой экспертизы. Я об этом узнала, когда их объявил вот тут ведущий во время записи. что родство не подтверждено. После этого, если… ну, как бы… Для меня это было ошеломляющее известие, потому что я была уверена, что это Семён. Там, во-первых, просто форма черепа. Она у него особенная. Это видно по фотографиям. И это было видно. Во-вторых, мы провели сравнительную экспертизу там же на кладбище, сравнив с фотографией и с черепом, изображение черепа. Это вот эксперт Никитин всё это там же провёл на кладбище. То есть сомнений-то никаких не было у нас, что это Семён. А тут, значит, ток-шоу выдаёт, что нет. Но им это надо, понимаете? Ему для сенсации это надо. После этого мы отправили уже, пусть, в государственную генетическую лабораторию, которая примет здравие. И там генетик Иванов, который возглавляет эту лабораторию. Он много с чем работал у него, достаточно такие большие связи наработанные. В частности, если помните, как-то в ток-шоу очень сильно… муссировалась тема внебрачного сына Спартака Мишулина, как дочь Мишулина. И вот с этим вот сыном якобы они там устроили какую-то бойню и так далее. Так вот, тогда именно этот Иванов, он сразу первым установил родство этого молодого человека, который сейчас, кстати, ведёт это ток-шоу в первом канале, с Мишулиным. Это потом уже всё это началось, потому что шоу уже сенсации. Так вот, мы пришли к Иванову с этим костными останками. Он работал месяц. Он сразу сказал, я за три дня вам не выдам никакой результат. Это шарлатаны только так делают. Он работал месяц. И через месяц он выдал нормальное государственное заключение о том, что родство подтверждено. для меня вот этой экспертизы достаточно абсолютно. Но из-за того, что вот появилась эта двойственная ситуация всё-таки, что вот одна экспертиза… Люди же верят первому каналу, понимаете, и вот этим ток-шоу. И вот там же вот на первом канале сказали, что нет. Ну, значит, нет. Я обратилась к этому генетику, который делал вот эту самую первую экспертизу для канала. И он сказал, давайте я ещё раз сделаю. Ну, уже там… Или подтвержу свои же выводы или их оправдировать. Что получилось? Они сделали. По телефону мне сказали. Не подтвердилось. Я говорю, ну документ дайте, что не подтвердилось. Вот просто, чтобы у меня был документ, который я могу опубликовать, и, пожалуйста, всё, мы точку на этом не ставим, мы дальше идём. И вот никаких документов я не получила с них. Причём…